Анна Рафаилович, здравствуйте. Вы слышите нас? Да, здравствуйте. Слышу. Матч в пресс-конференции. Ваши комментарии по игре? Непростой матч получился. Скоростной где-то ненужные удаления заработали. Не сработало меньшинство. Тем не менее, слова благодарности команде за самоотдачу. Мы будем, конечно, работать над реализацией. Спасибо большое. Прилегии вопросы. Пожалуйста, Владимир Бакулин. Владимир Бакулин, Континентальная хоккейная лига. Анна Рафаилович, такой вопрос. За последние два матча всего одна заброшенная шайба. В чем все-таки проблема? Может быть, это психологическая какая-то проблема после той хорошей победы над Амуром 5-0? Ну, может и это. Будем разбираться только через работу. Только так мы сможем переломить и начать забивать. И второй вопрос. Прокомментируйте, пожалуйста, отсутствие сегодня Понтуса Оберга. В чем причина? У нас шесть легионеров, поэтому сегодня дали возможность сыграть Якуба. Добрый вечер. Азамат Желуков, Медиа Корсеть. Анвар Рафаилович, от вашего назначения ждали очень многого, но пока у трактора не так много, что получается. Сегодня всего один гол, и то его не вы забили. Вас игроки не понимают, или в чем пока такие проблемы? Идет работа. Не все получается. Еще раз повторюсь, через работу мы найдем свою игру, которая будет нам приносить результат. Олег Чернов, Сапкор 0-2. У Кравцова, на ваш взгляд, какие проблемы? Что с ним? Или он в порядке? Как и любой игрок, все делают, выполняют игровое задание. Да, где-то, может быть, физически не хватает, но будем над этим работать. Денис Трепов, Горобзор.ру. Анвар Рафаилович, вы сегодня сказали, что не было Оберга из-за того, что у вас шесть легионеров. Шесть легионеров – это плюс команде или где-то минус, потому что постоянно кого-то приходится убирать? Ну, наверное, да. Не очень. Где-то не очень, наверное, хорошо, что кто-то не играет, не в игровом тонусе. Но, тем не менее, все стараются. И Яков, что от него сегодня требовалось, он, в принципе, выполнял. И второй вопрос. Драка Евенко, она помогла завести команду? Вы сами удивились тому бою? Спасибо. Ну, это хоккей, это эмоции. Всегда присутствует борьба. Поэтому, игровой момент. Анвар Рафаилович, Алексей Горюнов, Московский «Мосомоль». Ваш соперник сегодня был не в оптимальном составе. Делали ли какие-то особенные установки, наверное, в связи с тем, что у Салавата, в общем, ни одного звена привычного не было? Нет, никаких установок дополнительных не делали. Мы концентрируемся на своей игре, потому что есть над чем работать. Ну, можно ли сказать, что сегодня Трактор играл в свой хоккей? Показалось, что все-таки Салавата Юлаева удалось навязать свою игру? Ну, местами. Где-то да. Где-то, наверное, отклонились от игровой дисциплины. Опять повторюсь, наверное, ненужное удаление заработали. Пока такой стабильности нет. Ну, стремимся к этому. Спасибо. Коллеги, есть ли у нас вопросы в чате? Если нет, то давайте отпустим. Спасибо огромное. Спасибо, до свидания. Николай Николаевич, здравствуйте. Все, работает. Вы готовы до матча пресс-конференции? Ваши комментарии по игре? Очень хороший рабочий матч был с нашей стороны. С первой до последней минуты ребята работали как в обороне, так и в атаке на 100%. Очень много было блокированных бросков. Ребята хорошо играли в меньшинстве, хорошее большинство. Но, опять же, хорошая игра матча на последнем рубеже. Спасибо. Спасибо. Большой вопрос, пожалуйста. В прошлый раз говорили об упрощении игры. Вы, извините, ли вы сегодня хотели сыграть попроще, побольше выбрасывали, старались после выбрасывания на наброс переводить шайбу, блокировали много? Ну, вы знаете, да, так как трактор играет очень хорошо, а плотно в средней зоне, да, откатывается, поэтому, чтобы избежать риска контратак, ребята уже сами читали ситуацию, если была возможность за счет коротких передач проходить, они проходили, если нет, то, в принципе, я доволен, какие они решения принимали. Они бросали в глубину, и наши нападающие хорошо садились на защитников. С удовольствием, программа подвесла. Вы можете повторить начало вопроса до слова про среднюю зону? Если честно, а с чего я начал? Я спрашивал об упрощении игры. Я понял, просто трактор, слышно сейчас, трактор очень хорошо и плотно играет в средней зоне, и чтобы, в принципе, это было задание на игру, чтобы не нарываться на их опасные контратаки, ребята должны были надежно входить в зону. А там было два варианта, либо через пас, либо через брос. Второй вопрос об изменениях в составе, собственно, с чем это связано, это раз. И два. Не кажется ли вам, что Паракольдова заменить? Мясичев как раз не играет. Спасибо. Нет, то, что мы довольны игрой Павла, а то, что у нас были изменения в составе, то есть сегодня играли те, кто может играть. Виктор Николаевич, Владимир Бакулин, КХЛ.ру. Скажите, пожалуйста, вот сегодня, учитывая то, что много лидеров отсутствовало, много ключевых игроков для Салавата, вот их отсутствие как-то сплотило, на ваш взгляд, сегодня команду? Потому что прямо пластались в каждом моменте, особенно в меньшинстве. Да, конечно, потери лидеров сказываются, да, но это, опять же, показывает, это хорошо было для нас то, что сейчас мы нашли новых лидеров. Они у нас были, сегодня у нас шагнули вперед лидеры, как Сошников, Кадейкин, Манинен, вот, опять же, да, и все ребята, которые, Пименов, который блокировал броски, меньшинство Петя Хохряков. В принципе, все ребята сегодня, опять же, хочу отметить, что очень хорошая командная победа. Ребята заплатили хорошую цену, чтобы обыграть хорошего, серьезного соперника. Олег Чернов, Сапкур 0-2. Нигде не нашел, что все-таки с Хартиканиным, он заболел тоже вирусом или у него травма какая-то? У него недомогание. Еще один вопрос. Сегодня четыре шайбы Салават Юлаев забросил. Вам какая больше всего понравилась? Победная. Победная? Как вам такой ответ? Хороший, хороший вариант. Еще один вопрос. Почему сегодня Сучков прополировал скамейку? Он послабже немножко других ребят или другие? Нет, нет. Почему? Просто сегодня такая была игра, почему мы поставили четвертое звено, да, там и Пустозеров, и Кузьмин играли. Они, ребята, заиграны, они приехали с Тороса, то есть они в игровой форме, в игровом ритме. А то, что касается Егора, да, ну, чтобы ему лучше было играть, он должен быть в игровом ритме. Но, опять же, если бы у него появился бы шанс, то мы бы уверены, что он бы не испортил картину и хорошо бы сыграл. Денис Таипов, Горобзору. Сильно ли давили на команду действия Евенко? Он сегодня там подрался, с одного удара нокаут нанес, потом Воробьева так припечатал, ну и, в принципе, постоянно задирался. Ну, вы знаете, я хочу сказать, что это был один из тех поворотных моментов в игре, когда Алексей, наш капитан, да, вступил в эту драку и завел команду. В принципе, эти действия Алексея, они завели команду. И ребята еще с большим усердием уже играли и на победу. Вы уже сказали про Пименова, сейчас он играет в четвертом звене, год назад там играл Картаев, который сейчас по медицинским причинам играть не может. Как вам игра Пименова, способен ли он закрепиться в основном в составе команды, потому что со стороны кажется, что он вот такой идеальный центр форварда четвертого звена. Ну, знаете, мы довольны его игрой, он хорошо вписывается в игровую концепцию. И если он также будет продолжать работать и прогрессировать, то у него есть шанс остаться в команде. Никита Сошников сегодня. Говорят, что Никита Сошников сегодня появился только потому, что не был в составе Хартиканина. Удивили его действия после того, как он из-за повреждения пропустил такое нормальное количество матчей? Да нет, не удивили. Это не секрет, что Никита хороший хоккеист. Качественный, хороший хоккеист. И в принципе, выход на сегодняшний матч он планировался Никите. Поэтому независимо, там, Хартиканина играл или не играл, Никита, возвращение Сошникова сегодня планировалось. Если вопросов больше нет, Виктор Николаевич, спасибо большое. Все, спасибо вам большое, ребят. До свидания. Коллеги, мы сейчас продолжим нашу пресс-конференцию от трактора нападающих Вячеслав Основин и защитник Станислав Гореев. Прекрасно. Добрый вечер, ребята. Слышно ли нас? Да. Если нас слышно, давайте приступим к работе. Ваши комментарии проигре, что получилось, что не получилось. Пропустили в меньшинстве, они забили в большинстве. Все, в принципе, имели хорошие моменты, но реализация пока не на должном уровне. Поэтому, в общем-то, и проиграли. Спасибо, Стас. Ваш комментарий. Я считаю, получилась интересная игра, быстрая. Также соглашусь со Славой, что свои моменты не использовали, а они где-то свои моменты использовали. Вопросы журналистов, пожалуйста. Азамат Шулков, Медиакорсеть. Станислав, ну, стандартный вопрос. Насколько важным был для вас матч именно против Салавата? Ну, конечно, важный и интересный. Тем более, первая игра для меня в сезоне. Полтора месяца практически не играл. Много эмоций было. Вячеслав, вопрос вам. Да, в принципе, к обоим. Вам не кажется, что сегодня трактор плохо возвращался в свою зону, и Салават хорошо ловил на контратаках, и нужно было быстрее бежать в свою зону, как будто... Ну, ладно. Спасибо за вопрос. Думаю, нет. Все хорошо возвращались. Просто, я говорю, Салават забил, а мне нет. Поэтому такой счет. Владимир Бакулин, Кентитальная хоккейная лига. Вячеслав, вопрос такого плана. Трактор мало забивает. За последнюю игру всего одна шайба. В чем причина? Все через работу. Нужно больше выкладываться на тренировках и уделять этому внимание именно реализации. А вот разгромная победа над Амуром, которая была 5-0, может быть, она как-то негативно повлияла на команду? Ну, я думаю, что нет. Нет. Алексей Горюнов, Московский комсомольец. Да-да-да, кобой вопрос. Показалось, что трактор сегодня какой-то не в свой хоккей играл. То есть, Салават Юлаев предложил такой, скажем, на встречных курсах игру, скоростную, атакующую. Как-то не очень свойственная трактор, эта игра была не в своей тарице. Были согласны или нет? Даже не знаю, что сказать на этот вопрос, если честно. Нам казалось, что игра интересная была, и у нас были моменты, у них были моменты. Все сводится к тому, что они забили. Ну, а установка на игру какая была? В какой хоккей играть? В свой. В свой хоккей. Скажите, насколько вы понимаете своего главного тренера? Насколько вы к нему привыкли за такое количество, малое количество времени? На 100% понимаю. Почему сегодня такой результат? Что? Почему сегодня тогда такой результат? Ну, потому что это хоккей, и сегодня мы проиграли, а завтра мы выиграем. Вогично. Спасибо. Денис Тейпов, Горобзор.ру. Вопрос Станислава Гореева. Станислав, не удивили вас сегодня уфимские молодые воспитанники, как вот на соперников смотрели? Вопрос как воспитаннику. Да так же. Я еще не так долго времени их не видел, чтобы все так же пока что всех, что ожидал от них, кто и увидел. Вопрос, наверное, обоим игрокам. Ну, насколько сейчас психологически тяжело, потому что трактор так волнообразно играет. На ваш взгляд, в чем главная причина нестабильности? Ковид, который повлиял там на отсутствие главного тренера, или что-то другое? Ну, это хоккей. Все хотят сидеть. Не всегда это получается. Просто надо больше работать. Играть всем вместе, друг за друга, на результат. И тогда придут победы. Хорошо, коллеги. Спасибо большое, ребята. До встречи. Спасибо. Спасибо. Никита, вечер добрый. Слышно ли нас? Да, у вас слышно. Меня? Да, прекрасно слышно. Давайте приступим к комментарию по матчу. Как прокомментируете игру? Да, хорошее начало, в принципе. Начали здорово. И играли правильно по заданию. То есть на команду каждый играл, в принципе. И хорошо использовали большинство. Сделали небольшой задел. И во втором немножко, во второй половине второго периода чуть-чуть подсели. Ну и третий период солидно доиграли по счету. Хорошо, спасибо. Вопросы Владимира Бакулин. Владимир Бакулин, КХЛ. Никит, вопрос такой. Во-первых, с возвращением. Как себя чувствуете сегодня? Первый матч после перерыва. Да, нормально себя чувствую. В принципе, свежий. Вышел, как бы, тренировался и готовился. Просто было небольшое повреждение. Но была возможность тренироваться. И все хорошо. И второй вопрос. Сегодня вас наконец-то прорвало. Дубль сразу, да? Вот тяжело было эмоционально, когда не забиваешь? Выходишь в сезон, входишь в него. И вот не получается тебя забить. Нет, не было тяжело вообще никак. Я не читал никаких комментариев, никаких новостей. И вообще ничего не обращал внимания. Просто концентрировался на своей игре. Когда я играл, команда выигрывала. У меня были передачи. Опять же таки, как бы, я в любом случае играл результативно. Играл на команду. И самое главное, команда результата. Все остальное на втором плане. Спасибо. Алексей Геренов, Московский персонал. Никита, сегодня, хоть и после перерыва, чувствовали ответственность, что сегодня вам нужно за собой команду повезти? То есть тех лидеров, которые в предыдущих матчах вели за собой команду, не было сегодня. Чувствовали ответственность? Да, конечно, чувствовал ответственность. И, как бы, ну, понимал, что ребята, легионеры очень хорошо начали сезон. Саня Кадейкин тоже, как бы, они вели за собой команду. Сейчас их у нас нету. И я понимаю, что сейчас ответственность будет на мне лежать. Но дай бог, чтобы у нас все нормально было. И чтобы мы все были здоровы. В первую очередь, тогда, как бы, мы будем играть. Спасибо. Азамар Шелуков, Медиа Корсеть. Роман Вилл новый вратарь для КХЛ. Изучали ли вы его действия перед игрой? Сегодня дубль сделали. И вообще изучаете ли вы вратарей соперника перед матчем? Да нет, у нас такого нету. Как бы, в том году у нас было, там, вратарь в нашей чуть-чуть скаутской работой занимался. Но все, что он писал в том году, оно туда не залетало. Так что в этом году мы, ну, нам, как бы, на разминки посмотрел. А то, что Вилл, я против него еще в том году играл. Он за сборную Чехии играл. Очень хороший вратарь. Он там, насколько я помню, он ни одно не пропустил. Ему сложно было забить. То есть, я знаю, что он хороший вратарь. Но сегодня такие все голы получились. Там у меня, по крайней мере, как бы, Саня Кадейкин закрыл хорошо вратаря в первом голе. Ну, во втором голе там получилось вылезти, забить. И, ну, когда Куги забивал, там уже пустые ворота были. То есть, ну, он, в принципе, солидно сыграл. Салават, неважно, провел два предыдущих матча. Вы за этим наблюдали со стороны. Какие у вас были мысли, что не так с игрой команды? И что нужно исправлять? Представляете ли вы, что сейчас Салават на правильном пути, выбрав более простой, более быстрый хоккей? Спасибо. Ну, как бы, как сказать, мы предыдущую игру, по крайней мере, с Сочи просто начали ужасно. Ну, 30 минут мы вообще не играли, пока уже счет 3-0 не стал. Уже, как бы, немножко стало, ну, немножко стыдно, как бы, да, перед болельщиками. То есть, и сейчас все в такой сложной ситуации находятся. И у тебя есть привилегия играть в хоккей, получать за это деньги, получать удовольствие. И ты должен выходить, отдавать все, что у тебя есть на поле. А выходить и играть, ну, таким образом нельзя. Ну, ребята молодцы. Они в прошлой игре сделали, как бы, так сказать, звоночек, да. Они сделали, что мы сдаваться не будем, мы не будем тут дурака валять. Начали давить. Еще в прошлой игре, в принципе, могли отыграться и выиграть игру. Ну, хорошо, что на сегодня это все перенесли и сыграли солидно. Денис Тейпов, Горобзор.ру. Никита, сегодня забросили две шайбы впервые в сезоне. До этого вы играли в звене с Александром Кадейкиным и Владимиром Жарком. Вы ходили год назад, один, по-моему, раз, если я не ошибаюсь, и не очень хорошо с ними получалось. Может быть, прорвало, потому что немного в другом звене заиграли. Да, вместе с Кадейкиным, но с Маниным. Другой стиль игры пошел. Ну, сложный вопрос на самом деле. Вы хотите сказать, что Володя Жарков не подходит в эту роль? У меня просто есть информация, что год назад вот этот стиль вам не подошел, что они играли слишком в быстрый хоккей. То есть они активно сзади, активно спереди, постоянно в давлении. Может быть, вот действительно этот стиль игры вам не подходит? Жарков-то классный хоккеист, вопросов нет. Да, я с вами согласен, что он классный хоккеист. Он делает определенную работу. И с ним как бы у нас уже начало получаться. Я говорю, начало получаться. Просто я не мог забить, использовать моменты. Если вы сегодня посмотрите, у меня 5 на 5 всего лишь один момент был, и я его использовал, в принципе. А когда мы играли с Кадеем и с Жарком, у нас были моменты хорошие. Я просто не мог забить и бросал там со Спартаком все в пузо. То есть оно бы пришло рано или поздно. Просто да, я понимаю, я и сам об этом думал. Мы в том сезоне играли пару раз вместе, не забивал. В этом сезоне 6-5 игр провел, не мог забить. Да, оно может где-то ментально сидеть, что может что-то поменять. Но при этом команда выигрывала. И, ну, как бы, да, были другие герои, но это не важно. Я, как уже сказал раньше, что важно, что команда выигрывает. А как бы если ты играешь правильно на команду, все равно рано или поздно прорвет, если у тебя есть мастерство. Хорошо, коллеги. Если вопросов больше нет, спасибо большое, Никита. Все, спасибо. До свидания. Эдуард Гематов с нами. Слышно ли нас, Эдуард? Здравствуйте, да. Слышно ваш комментарий по игре? Отличная игра. Была похожа на игру с авангардом, когда мы играли здесь. До последнего было напряжение, держало его. И что мы, что трактор были в равных условиях. И мне очень понравилось, как мы сегодня играли. Эдуард, спасибо. Вопросы уступаем к увести. Эдуард Гематов. Эдуард, ваша тройка в последних матчах довольно немало моментов создает. Кажется, что вот-вот гол-брезик тренеры ждут от вас? Гол или все-таки больше выполнение задания команды? Акцент больше ставится на командные действия, чтобы выполняли тренерскую установку, придерживались плана. Естественно, когда появляются моменты, и их желательно реализовывать. Но, как говорится, придет, голы придут, и кто забить не может. Но, в первую очередь, конечно, главное, чтобы команда побеждала. Владимир Бакулин, кинестеральная хоккейная лига. Эдуард, вопрос такой. Команда стала сплоченнее, учитывая сегодняшнюю ситуацию? Еще игроки добавились, болеют. Все-таки лидеры команды, нужно брать ответственность больше на себя. Действительно, сегодня много ребят новых появилось у нас. С Тароса молодежь приехала. И чувствовался заряд сразу же у нас. Ну, поговорили в раздевалке, все проникнулись мыслью, что не стоит ждать, так скажем, помощи какой-то, извини. И нужно брать в свои руки. И победили. И еще раз говорю, мне сегодня очень понравилось, как у нас команда сплотилась, и играли все. Все на команду играли сегодня. Спасибо. Коллеги, есть ли вопросы в чате, в зуме? Если нет, тогда Эдуарда отпустим. Спасибо большое. До свидания.